Всем добрый вечер. Мы чуть-чуть не закончили с вами читать восемь глав предисловия Кракта Туавод в прошлый раз. Вот сегодня мы это сделаем, закончим. Давайте бегло вспомним, поскольку было длинным наше рассказание, о чем, собственно говоря, эти восемь глав. Значит, в видении Рамбом нам что говорит? Он говорит, что это трактат, трактат о моральном совершенстве. И подчеркивает то, что мнение мудрецов Талмуда и мнение философов, в данном случае, совпадают относительно морального совершенства. И вот он хочет нам в предисловии объяснить, собственно говоря, те необходимые сведения дать, которые позволяют понять, каким же образом это моральное совершенство достигается. Хотя, как мы помним, он на самом деле говорил в итоге, говорит не только о моральном совершенстве, но тем не менее моральное совершенство является частью совершенства общего. И поэтому это является очень важной частью Мишны, трактатовод, об этом он говорил и в предисловии к Мишне. Начинает он с чего? Он начинает с того, что у человека есть одна душа и говорит о различных силах, различных частях этой самой души и выделяет, как вы помните, наверное, пять частей или сил. То есть испытающая, чувствующая, воображающая, побуждающая и разумная или мыслящая. Это, собственно, первая глава. Вторая глава была посвящена различным дефектам вот этих самых частей и определению того, где там достоинства, где недостаток. И там он в этой второй главе говорит о том, что бунт против заповедей или, наоборот, исполнение заповедей, они связаны только с двумя частями души, с чувствующей и побуждающей. Питающая, она работает как бы как автомат, воображающая в каком-то смысле тоже, а мыслящая является руководящим органом, но этот руководящий орган, к нему не относится то, что можно было бы считать заповедью. Это интересная как бы мысль, которую нам надо с собой взять в следующую книгу, потому что мы будем сегодня, я надеюсь, дочитаем вот это предисловие и перейдем к Мишне Тору. Являются ли вещи, которые связаны с постижением, с разумом, с представлением, да, какими-то являются ли относящимися к вот этой стороне заповеди или нет, это как бы отдельный вопрос. В данном случае получается, что нет, да, поскольку он говорит, что вот пункт или исполнение связаны только с чувствами и побуждением. Это связано, ну, как бы с чем? Если я говорю, что это всегда действие какое-то, я либо не исполняю то, что нужно, либо делаю то, что запрещено делать. И это связано с определенным импульсом в чувствующей душе и побуждением, которое, собственно говоря, меня и заставляет это сделать. А что к этому привело, какие мысли к этому привели, или воображение, это как бы остается за кадром, потому что в итоге, собственно говоря, само преступление или, например, исполнение, да, они осуществляются именно вот этими частями, душечувствующие и побуждающие. Ну, хорошо, и про моральные достоинства он говорит, что они как раз находятся вот в этой самой побуждающей части. Третья глава была посвящена болезни. Если вы помните, он сравнивает болезнь тела и болезнь души, и мудрецы, как врачеватели души, и болезнь души – это ее порочность. И можно, наверное, говорить о каких-то пороках, связанных с каждой из вот этих перечисленных частей души, да, но в третьей главе он об этом подробно не говорит, он просто говорит о том, что есть эти самые болезни, и их нужно, на самом деле, лечить, по сути дела, так же, как лечатся болезни тела. И в четвертой главе он, собственно, переходит к тому, каким же образом это лечение должно происходить. Ну и тоже я напоминаю, я надеюсь, что вы все это прекрасно помните, да, он говорит о том, что, по сути дела, врачевание души, оно связано с чем? Оно связано с восстановлением своего рода золотой середины, да, то есть между достоинствами и недостатками. И если у меня есть отклонение вот этой золотой середины, то мне нужно каким-то образом это исправить. Исправить это только так, что я себя приучаю к противоположному. Но это временная мера, да, то есть любые крайности, отклонения. Например, если человек решил аскетичный вести образ жизни, как он говорит, если мудрец решил вести аскетичный образ жизни, то это не потому, что он впал в крайность, потому что он с помощью временной меры самоусмирения пытается, так сказать, привести свою душу к вот этой самой золотой середине. И когда этот баланс установлен, то все нормально. Ну и там же он говорит о том, что Тора, собственно говоря, и ведет нас по этому пути. И все указания Торы, они, собственно, если их соблюдать, то ты как раз и окажешься в этом самом срединном пути, которые являются оптимальными.